Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала Садовые Механизмы. Добрый день, случайный зритель. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Друзья, в Москве, да что там, да во всей России наступила зима. Долгожданная, хорошая, приятная погода. Ну, естественно, из неприятностей у нас это снег. В этом случае сегодня у нас в сервисном центре в гостях компания Стевиман. Со своими четырьмя замечательными снегоуборщиками рестайлинговой модели 23-го года. SX-56, захват 56, двигатель на 7 л.с., SX-61, двигатель на 7 л.с. с электростартером и захватом 61 см. SX-Max уже с двигателем на 10 л.с. и захватом 61 см. Ну и флагман, конечно, SX-72 с 10 л.с. мотором Roto. Кстати, как и во всех здесь снегоуборщиках мотора Roto, но уже с электростартером. И нам сегодня расскажет и покажет представитель компании Стевиман Роман. Привет. Очень приятно видеть вас всегда у нас в студии. Взаимно. Расскажите, пожалуйста, какие инновации, что дополнили, почему эти машины сейчас, ну так как вы заняли коммерческую нишу садово-парковой техники, расскажите, пожалуйста, что же улучшилось в снегоуборщиках Стевиман. Начну я с двигателей. Значит, на наших снегоуборщиках стоит три модели двигателей от компании Roto. На самой младшей модели, 56-ом снегоуборщике, стоит 7-сильный Roto без электростартера. На 61-й модели там уже с электростартером такой же мотор. И самые мощные моторы это 61 Max и 72. Они с электростартером, 10 л.с. Все двигатели зимние, никаких фильтров, ничего такого здесь нет. И заводятся они по большому счету при любой отрицательной температуре. Это минус 25, минус 30. То есть это очень надежные двигатели. И на примере одной модели я хочу показать о всех улучшениях, которые произошли за этот год. Собственно, готов показать. Это 72 будет, да? 72, верно. И начнем, конечно же, с мотора. Значит, здесь стоит 10-сильный мотор с электрозапуском. Запуск идет от кнопки. Легкий запуск с ручки. Важный момент, что можно обслуживать его самостоятельно. Здесь есть сливная горловина. И вот большой плюс, Роман, я заметил, что на одном уровне стоит и бачок залива бензина и залива масла. Очень удобно заливать масло. Как и сливать, так и заливать. Верно. Круто. И никаких фильтров. Реально крутой зимний двигатель. Роман, я слышал, что вы сделали что-то с жесткостью снегоуборщиков. Так и есть. Все снегоуборщики Стевиман в этот раз получили увеличенную толщину металла на 0,5 мм. Ну и, соответственно, теперь этот металл не согнуть. Здесь также все важные поверхности получили дополнительные выштамповки, как на желобе. Здесь их много. Так и на коробке трансмиссии сбоку, под двигателем, на задней части крышки. И внутри самой коробки трансмиссии много ребер жесткости, что улучшило показатели жесткости общей конструкции. Дополнительно мы улучшили крепление держателя желоба, выброса снега. Теперь эта конструкция стала очень крепкой. И расскажу про панель. Она также изменена. Значит, здесь добавились рукоятки с подогревом. Важный момент. Дополнительно вставлены в каждую гребенку металлические пластины для того, чтобы не портить лакокрасочное покрытие при переключении либо передач, либо поворота выброса, либо направления. Панель подверглась кардинальной переработке. Сюда также вынесен диодный фонарь, который светит очень ярко. Ну и сама панель, естественно, она стала очень красивой. Так что, дорогие друзья, когда вы будете работать с снегоуборщиком в темное время суток, вы можете вообще круглосуточно им работать, потому что есть фонарь. И вы будете видеть, какую территорию вы убираете. Ну и, конечно же, это безопасность, потому что у компании Стивиман на первом месте, да, это безопасность. Да, верно. В обновленных снегоуборщиках Стивиман мы изменили редуктор. Он стал надежнее, а также на каждый шнек мы поставили по срезному пальцу, то есть общее количество срезных пальцев стало больше. А также наши снегоуборщики получили новые лыжи. Значит, они теперь двухкомпонентные, состоят из металлических лыж, которые можно менять, и пластиковые. Роман, еще хотел отдельно остановиться. Я вижу, что у вас на снегоуборщиках стоят расширители, то есть можно захват увеличивать на 6 см. И отдельно хотел своим подписчикам, дорогим, сказать, для чего же нужны лыжи двухкомпоненты. Ну, вы ставите металлические лыжи, когда вы идете по асфальту. Ну, по той поверхности, которой, в принципе, можно чуть поцарапать, но от этого ничего не случится. А вот пластиковые, это как раз идут, лыжи ставятся, когда вы по брусчатке идете, по той поверхности, которой царапать ни в коем случае нельзя. Более того, еще лыжи являются и регулировкой высоты ковша. Поэтому вы ставите на нужную высоту и работаете по снегу. Роман, в новой линейке Стивимон коснулось что-нибудь колес? Да, все модели получили новые колеса. Если ранее это был 13-14 диаметр, то теперь младшая комплектуется 14-м диаметром, средняя 15-й и максимальный флагман с 16-м диаметром. И, естественно, резина со специальным зимним протектором? Да, да, да. То есть это пневматические колеса. Мы не признаем никакие пластиковые, не пневматические колеса, потому что эти колеса обеспечивают лучшее сцепление с рыхлым снегом и со скользким покрытием. Особое внимание мы уделили именно упаковке. Коробка у нас получилась немножко большего размера, чем раньше, но теперь не нужно собирать снегоуборщик, не нужно крутить гайки-болты. Теперь достаточно просто поднять панель управления, зафиксировать ее, и снегоуборщик готов к работе. Итак, друзья, мы отпускаем Романа. У него очень много дел. Спасибо, Ром, что вы к нам приехали. Очень рады всегда видеть. Всего доброго. Удачи. Друзья, ну что скажу я вам аппараты Пушка? Во-первых, абсолютно под каждой работой сделан каждый снегоуборщик. Если у вас небольшой участок, берите 56-й. Чуть побольше участок, 61-й. 61-й Макса, 72-й, это коммерческие машины. Работайте ими 24 на 7, двигатели крутые. Захват крутой, все надежное. Только что вы сами все слышали. Естественно, приходите по ссылочке к нам на сайт, ставьте лайки, ознакомьтесь с инструкцией. Ну и, естественно, приобретайте. Машины однозначно того стоят. А я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока.